Остров Сокотра Остров Сокотра расположен в Аравийском море в северо-западной части Индийского океана и принадлежит республике Йемен. Остров был известен как заповедник старой аравийской культуры, доисламской, где жили племена заповедные, оставшиеся в своем архаичном состоянии, задержавшиеся в развитии на много-много веков, сохранившие свой традиционный образ жизни, говорящие на бесписьменном языке. Это действительно один из древнейших семитских языков, который сохранился до сегодняшнего дня в абсолютно живом разговорном виде. Сокотрейцы весьма консервативны и предпочитают придерживаться своих традиций. И по сей день они используют глиняную посуду, изготовленную без гончарного круга. В любом музее она сойдет за экспонат эпохи неолита. Ножи на сокотре какие-то примитивно первобытные и совершенно не похожие на изукрашенные йеменские джамбии, где форма уже, кажется, взяла верх над содержанием. Но нож для сокотрейского мужчины – традиция и инструмент повседневного использования. Трудно себе представить взрослого сокотрейца без ножа. Простой, грубый, как правило, выкованный из того металла, который попался под руку, и рукоять из размягченного на огне козьего рога. Никаких излишеств и украшений. Не очень острый, но достаточно, чтобы забивать скот, делать надрезы на ладоносных деревьях, сбивать застывшую кровь смолу с драконовых деревьев и готовить еду. И ковать его должен местный кузнец. Как правило, это чернокожие сокотрейцы – наследники тех рабов, которых завозили на остров несколько веков назад. Мухаммед – один из лучших кузнецов на острове. Добрый и сильный, какими обычно и бывают все кузнецы. Кстати, у сокотрейцев нет оружия. И если на материке в Йемене кривые кинжалы джамбии – часть национального костюма, то на сокотре ножи используются исключительно в мирных целях. Это очень мирные, добрые люди. У них практически не было оружия. Практически были неизвестны какие-то преступления. Не против личности, не против имущества. Сокотрейцы к чужакам приветливы, хотя относятся немного настороженно. Наверное, это одно из самых мирных и добрых мест между пиратскими берегами Сомали и вечно бурлящим Ближним Востоком. Мухаммед явно любит свое дело, и за его ножами приходит со всего острова. Странное дело. Казалось бы, чего проще купить за дешево ножек непонятного азиатского происхождения? Но нож – это часть традиции, культуры. А сокотрейцы в хорошем смысле консервативны. И вот нож готов. Основное назначение – забой скота, выделка шкур и приготовление пищи. Они очень гостеприимны. Тебе режут козу, если ты приходишь, если ты почетный гость, то тебе почетную козу режут. Есть козы особого, высокого статуса. Коза – высшее животное у них считается. Овца – это животное такое. Считается второсортное. Мясо второсортное. Супер мясо – это коза, высший класс. Но пригласил своего соседа на угощение. Обратите внимание на традиционное сокотрейское приветствие. Мужчины равного положения и возраста касаются друг друга носами. Младший касается своим носом руки старшего или иногда колена. Но чаще можно увидеть взаимное прикосновение носами к рукам. Они вместе варят суп из козлятины. Причем в ход идет все, включая такие, казалось бы, несъедобные части, как копыта и череп. А кости доедают слетевшиеся на запах пищи стервятники. Дом гостеприимного Ноа расположен среди густых зарослей драконовых деревьев. Эти деревья удивительно красивы, и в них есть что-то инопланетное. Наверное, это самое живописное из всех диковинных растений этого острова. Кроваво-красная смола, которую оно источает, называется драконовой кровью. Сами сокотрейцы называют смолу кровью двух братьев. Тут ясно видна связь со старинной индийской легендой. В далеком прошлом драконы постоянно дрались со слонами. Они питали пристрастие к слоновьей крови. Дракон обвивался вокруг хобота слона и кусал его за ухом, а потом одним глотком выпивал всю его кровь. Но однажды умирающий слон упал на дракона и раздавил его. Кровь дракона, смешавшуюся с кровью слона, назвали киноварью. А потом так стали называть красную землю и смолу драконного дерева. Это дерево относится к семейству драцен, от латинского драциена дракониха. Их высота от 6 до 10 метров. Красный цвет смоле придают стойкие и яркие пигменты дракорубин и дракокармин, биологическое значение которых для ученых остается загадкой. Древние считали, что кровь дракона обладает магическими свойствами. Ее использовали при мумификации, различных ритуалах, ну и естественно как краску. В древнем Риме гладиаторы натирали ей свои тела перед смертельной схваткой. Растертая в порошок смола останавливает кровотечение открытых ран. Одним из секретов скрипок Страдивари был особый лак, в состав которого была добавлена кровь дракона. Смола драконного дерева обладает сильным антисептическим и иммуностимулирующими свойствами, сравнимыми с действием мумио. Эти деревья отличаются очень медленным ростом. У них не образуются годичные кольца, поэтому определить их возраст зачастую просто невозможно. Как и раньше, местные жители собирают на продажу смолу этого удивительного дерева. Раньше мы собирали кровь драконного дерева и отправляли ее далеко, в Африку, в Мамбасу, и меняли там на сорго, ведь оно у нас не растет. Мы собирали застывшую кровь смолу с деревьев, набивали ею бурдюки из козьих шкур, чтобы было удобно везти. У нас не было денег, мы меняли то, что у нас было. Я всю свою жизнь практически прожил без денег, и мне всего хватало. Сами мы тоже используем смолу драконного дерева, чтобы лечить болезни, и разбавляем ее в воде или молоке. Для того, чтобы приспособиться к жизни в сухом климате с периодическими засухами, многие эндемичные виды растений приобрели характерные причудливые черты, такие как непропорционально большой ствол или сочные мясистые листья, которые сохраняют воду. Ствол этого дерева напоминает миниатюрный баобаб, а глянцевая кора розы пустыни, адениум абесум сакатранум, делает его похожим на бочонок или бутылку. Отсюда происходит и другое более популярное название – бутылочное дерево. В период цветения это растение напоминает медную вазу с ярко-розовыми цветами. Само дерево и условия, в которых оно растет, похожи на инопланетные. Оно является примером адаптации к суровым природным условиям, и это позволяет ему справиться с сухим климатом и жесткими муссонными ветрами. Еще один секрет выживания – ядовитые цветы, совершенно несъедобные для людей и домашнего скота. У бутылочного дерева есть специальный сок в ячейках, циркулирующий по стволу, благодаря чему предотвращается перегревание растения. Восковидная поверхность ствола и особенное строение коры позволяют отражать солнечную радиацию. А еще – это просто удивительно красивое дерево, растущее на сказочном острове. Находясь на Сокотре среди горных пиков и глубоких ущелий, драконовых и бутылочных деревьев, понемногу забываешь, что находишься на острове. Но мы все-таки на острове, среди океана, и жизнь островитян неразрывно связана с морем. Испокон веков местные рыболовы кормят свои семьи и обеспечивают деревенские рынки всеми видами рифовых рыб. На рыбном базаре, где буквально за бесценок можно купить самых экзотических рыб, поражают весьма грубые методы разделки. Но и способы приготовления такие же примитивные. Когда отрубленные куски рыбы кидают на угли, и что не сгорит, идет в пищу. Для сокотрейцев еда – скорее топливо для тела, чем гастрономическое удовольствие. На острове уже почти не осталось традиционных деревянных лодок хури, которые доживают свой век на берегу. Раньше их заботливо смазывали жиром из акульей печени. Сейчас цикатрийские рыбаки пересели на современные моторные лодки, и лишь детишки, играя в оставшихся хури, осваивают навыки морского ремесла. Жителей горы-побережья сближает одно – вера в чудеса, сказки, ведьм и прочую мистическую чертовщину. Марко Поло отзывался о сокотрейцах как об искусных колдунах, способных силою своих чар повелевать бурями и ураганами и заставлять корабли выбрасываться на берег, когда они хотели их ограбить. Вероятно, это был отголосок дурной молвы об островитянах. Славу пиратского, остров имел на протяжении всего Средневековья. Но сами сокотрейцы боятся не пиратов, хотя пресловутые сомалийские корсары совсем рядом, а ночи и темноты. За ходом солнца они предпочитают оставаться в своих домах и пещерах и любят рассказывать страшные и правдоподобные истории. Любимая тема и персонаж – гинии. Гиния или джинка – это ведьма-колдунья, обычно описываемая как женщина, которая бродит, как правило, ночью в белых одеждах на тонкой ноге, и нога у нее одна, но железная или со страшным копытом. Именно за женщинами признаются сверхъестественные колдовские способности. На сокотре очень верят в существование ведьм и очень их боятся. При том, что суды над ведьмами сейчас многие осуждают, считают, что это совершенно недостойная, совершенно разрушительная практика, которая существовала даже в эпоху правления последнего султана. Но в то же время, странным образом, вера в мистику, в злое начало, которое несут именно сокотрийские ведьмы, продолжает сохраняться. Причем, кто ведьма, неизвестно. Раньше ведьма определял местный знахарь, который просто говорил, «Вот она, твой скот гибнет, потому что твоя мать, твоя жена, твоя соседка в этом виноваты». Этого было достаточно, чтобы выдвинуть обвинение, после чего происходило испытание. И если женщина, так сказать, не проходила это испытание, ее признавали ведьмой и в давние времена сбрасывали со скалы. Женщин, признанных колдуньями, сбрасывали с высокой горы, расположенной западней Хадиба. Затем смерть милостиво заменили изгнанием с острова. Как говорят местные жители, на острове и сейчас легко встретить гений, которые являются по ночам запоздалым путником. Контакт с ними может привести к болезням и даже смерти. Такие рассказы вселяют суеверный ужас как в стариков, так и молодых сокотрийцев. И ничто не заставит их выйти ночью из дома. Хамеда не пришлось долго уговаривать рассказать сказки. Он знал их множество, только было трудно понять, что было сказкой, которую он услышал от своих стариков, а что реальными или не очень событиями из его жизни. Знаешь, почему мой палец такой не разгибается? Засох. Пойдем в мою пещеру, расскажу историю. Как-то я сидел на этом же месте в своей пещере и готовил чай, как вдруг смотрю, у входа мелькнула черная тень и появилась кошка. Вроде бы ничего особенного, но кошка стояла у входа на двух лапах, как человек. У нее были бегающие желто-красные глаза. Я испугался и бросил в нее камень. Ничего не произошло. Черная кошка, стоящая на двух лапах, с желто-красными глазами, так и стояла у входа в мою пещеру. Я бросил второй камень. Она продолжала смотреть на меня своими страшными глазами. И тут я понял, что это не кошка, а ведьма. Тогда я махнул своим платком и сказал, я знаю, кто ты, уходи. И кошка встала на четыре лапы и исчезла. Страх прошел, но начал болеть мизинец на моей руке. Потом он совсем перестал разгибаться и засох. Это было колдовство кошки-колдуньи, я знаю. А вот рассказы Ноа, пастуха из ущелья Диксам. Жили муж с женой, пасли своих коз. Однажды они договорились встретиться вечером возле своего дома. Но когда он подошел к нему, то увидел, что там стоит не его жена, а гения. Он испугался и побежал к другу. Тот посоветовал читать перед ней Коран. Послушал он совет друга и вернулся к своему дому. И опять там стояла гения. И он стал читать Коран. Злая гения взмолилась, не читай, я уйду. Но он продолжал читать до тех пор, пока она не исчезла. Поэтому мы не выходим из наших домов и пещер после того, как стемнеет. Сгиней, шутки плохи. А вот настоящая история, которая произошла с моим отцом. Как-то он задержался в гостях, возвращаться было уже поздно. Друзья его уговаривали переждать ночь у них. Но отец не послушал их и отправился домой. Шел он долго. Остановился передохнуть. Как появилась перед ним женщина и говорит ему. Помнишь, что твои друзья говорили тебе, а ты их не послушался? Теперь я заберу твою ногу. Он очень испугался и быстро убежал от нее. А отшельник Салиф поведал о встрече с генией в заброшенной деревне, что находится в высохшем русле ниже его пещеры. Его спасло то, что у него при себе был ладан. Мистицизм сокотрейцев, тайны острова, его история, как разорванная цепь, где утраченные звенья не дают нам увидеть целиком всю картину. В сокотрейской мозаике истории столько всего интересного и загадочного. Возьмем, например, историю христианства на острове. Религиозные верования и традиции сокотрейцев до сих пор мало изучены. С 1 по 16 века на Сокотре было распространено христианство. А в настоящее же время это мусульманский остров и сейчас практически невозможно обнаружить его следов. Лишь свидетельство путешественников древности и средневековых историков. Распространение христианства на Сокотре приписывается святому Фоме, который, потерпев кораблекрушение по пути в Индию в 52 году н.э., строит первую христианскую церковь из обломков своего корабля и обращает местное население в свою веру. Может быть, он потерпел крушение у этого скалистого мыса Раса-Ресель, дно которого буквально усеяно остатками кораблей всех эпох. Или здесь, где старик Хамед показал нам руины каких-то древних сооружений, которые местные жители не признают за свои. Сегодня на Сокотре совершенно невозможно найти следов когда-то существовавшего здесь христианства. При том, что христианство существовало с 1 века н.э. до 16-17 века н.э. Трудно ответить на вопрос, с чем это связано, потому что случай слишком неординарный. Единственное известное христианское место – это фундаменты церкви, которая была заново отстроена, а может быть, просто построена португальцами в 1507 году, после штурма Сокотре, когда они захватили единственный форт, как раз вот находящийся на горе Хавари, как раз над этой деревушкой, а тогда исторической столицей Сокотре, поселением Сук. Сокотрейцы не помнят этого периода. Может быть, в их фольклоре что-то и сохранилось, но в принципе они знают, что здесь когда-то были христиане. Они воспоминают ту эпоху не очень одобрительно. Они считают, что в исламе им гораздо лучше. Попавший на остров в 524 году греческий монах Космо-Индикаплевст обнаружил прочно укоренившееся христианство. Арабские путешественники X, XIV и XV веков также свидетельствуют о существовании христианства на Сокотре. Скорее всего, учение пришло к ним непосредственно через исходный семитский первоисточник, без фильтрации через греческую, римскую или какую-либо другую языческую культуру. Возможно, на Сокотре практиковалось христианское погребение, но в видоизмененной форме. Так на востоке острова находятся практически неисследованные пещеры, заполненные человеческими костями, с которых предварительно удалялась плоть. Эти пещеры затем замуровывались и превращались в склеп, как это и было принято в Восточнохристианской церкви. Хотя есть версия, что эти массовые захоронения связаны с эпидемиями, когда-то свирепствовавшими на острове. В нескольких местах приходилось видеть небольшие кладбища, которые сокотреицы не признавали за свои, отделываясь обычным сокотрейским ответом. Давно было, до нас, потому и не знаем. Некоторые исследователи видели в форме надгробных камней стилизованный крест. Хотя по типу захоронений, скорее всего, они принадлежат более позднему, мусульманскому периоду. Христианство исчезает на Сокотре примерно во второй половине 17 века, когда арабская экспансия в регионе становится тотальной. Удивительно то, что христиане сокотре продолжали отстаивать свою религиозную принадлежность на протяжении весьма длительного времени, тогда как у них не было ни религиозного лидера, ни религиозного образования. Но и не менее удивительно, что сегодня на острове практически невозможно обнаружить никаких материальных следов этой религии, лишь многочисленные воспоминания путешественников прошлого. «Или мы не там ищем, и открытие еще впереди». «Или мы там ищем, и открытие еще впереди». «Или мы там ищем». «Или мы там ищем». «Или мы там ищем». Продолжение следует...